с развитием соцсетей все сложнее отделять образ артиста от того какой он человек для меня например это очень важно но всегда казалось что звезда должна быть такой наглый напористой ну иначе успеха не видать но есть люди очень тонкие очень чувствительные даже скромные и это не мешает им делать карьеру вот один из таких людей женя трофимов музыкант и автор песен сегодня пришел ко мне моя плохая черта это то что я тоже искренне что мне нравится в том в чем мне комфортно то я и делаю я не смотрю настолько на сколько у меня публики если бы я на это все смотрел и были бы деньги и было бы все остальное я тебя в муках рожала я рассчитывала что ты станешь юристом и 40 лет я нормально наконец-то заживу будешь меня отправлять испанию дают это все вот это укулеле выбрасывай поддержки не было но и не было запретов как и зачем стеснительный парень идет выступать на сцену выйти выпившим можно в крайних случаях берем обычного человека и предлагаем ему маленький салат который сделал шеф-повар предлагаем большой бургер что он выберет конечно выберет бургер тоже это модно это сейчас все это едят также и в музыке жень здравствуйте здрасте почему волчонок почему волчонок когда вышел очередной альбом группы каста там была любимая песня мне пилась про волчонка вот и ром начал называть меня так и потом зацепилась потом оля это вынесла из нашего коллектива ну все и так пошла те проекты сольные в которых вы участвовали телевизионные было ли это попыткой уйти из группы и стать самостоятельным дак я и до этих попыток как вы говорите я тоже был самостоятельным артистом и остаюсь есть группа гру а есть отдельная же не трофимов оля грушина и рома рудыка жени трофимов про что про музыку скорее всего про про ту составляющую творчество когда есть две составляющие это деньги и творчество и вот скорее всего музыка моя лично это когда сначала музыка а потом деньги вот очень сложно жить без денег ну да ну без денег жить сложно и же не только музыка в жизни ты я музыкант который не только создает музыку в плане записания музыки написание музыки написание текстов я еще это и записываю чужое творчество тоже записываю вам же сколько лет 25 всего 25 вот когда мне было 25 и грушина тоже было 25 но в общем еще в прошлом веке ходил такой слух что чтобы стать знаменитым музыкантом нужно попасть допустим на фабрику звезд в общем нужно попасть телевизор сейчас чтобы стать знаменитым нужно попасть в интернет мы попасть в интернет согласитесь намного проще надо попасть телевизор чем вы объясняете сами для себя то что вы пока вот в тот самый такой большой интернет не попали имея как говорят люди знающие достаточно таланта для того чтобы попасть в него ну скорее всего это не самая главная цель пока на данном этапе потому что музыка это тоже тот камень который нужно обтачивать со всех сторон и вот как раз тот момент когда попал в телевизор это была одна из граней этой музыки попробовать себя так как я буду вести себя на публике на камеру поэтому я сейчас набираю опыт и привожу его сюда чтобы как-то его применить здесь пока что в своем городе потому что я считаю что пока ты не добился в своем городе чего-то высокого в москве вообще делать нечего мы люди работающие в телевизоре и понимающий что это ну просто мясорубка по сути хотят получить некий продукт какой-то там какую-то историю но скорее всего никто не хочет по хорошему то получить артиста ну прям по-честному да как в этом во всем можно чему-то научиться вот как раз если это говорить что это мясорубка то наверное скорее всего в этом всем можно научиться отделять мясо от лука там к примеру вот потому что я вот съездив туда понял что артист это не музыкант артиста человек который доносит до зрителя а музыкант это тот который делает материал для этого артиста чтобы он его донес и вот скорее всего я научился в именно на телепроекте быть артистом под этого я не был артистом но и как музыкант и было числа потому что там встретился на телепроекте с нами занимался коробкой он когда я приехал я думаю блин я же умею петь я приехал спел ему он горит да ты можешь петь но ты еще не умеешь и вот четыре месяца пока я был на телепроекте мой голос значительно изменился а это вообще тяжело вот осознать что ты не такой уж и классный как ты думал до этого силу моего характера я не думал не шел туда чтобы показать себя какой я классный какой крутой я просто шел куда-то и все что хотят от артиста продюсеры допустим от артиста чтобы он был очень доступен для публики потому что если артист начинает как-то завуалировать текст или что-то еще разговаривать какими-то другими словами публика просто это не съест и не увидит это но она не поймет этого первую очередь учат быть доступным для зрителя ну во вторых учат быть красивым для зрителя быть как сказать чтобы зритель понимал что ты ты для него вот ты весь его вот один человек стоит он на тебя смотрит их неважных там 500 человек или их там четыре тысячи человек но каждый должен знать что ты для него вот вот то что вы сейчас сказали эта история про то как быть по сути очень простым и обычным мне кажется что любой человек хочет уехать из провинции для того чтобы как раз быть необычным и при этом быть понятым не было такой цели мне помогло не сильно обжечься об этом все когда люди приезжают у них они думают блин вот сейчас меня заметят вот сейчас меня увидят и все будет так круто и потом ему говорят нет слушай чувак здесь ничего не круто и он сильно обжигается и тогда человек начинает расстраиваться а когда он расстраивается естественно он уже не трудоспособен кто-то там считается с вашими чувствами с тем что вы тоже какие-то единицы творческие или все прям вот так вот прям по чесноку по чесноку обидно было в доме работает одна съемочная группа там где мы снимали концерты там работа совершенно другая съемочная группа и когда ты устал на концерте возвращаешься домой в доме съемочной группе вообще не важно им нужно сделать материал а что ты там устал или что-то у тебя болит им не важно выходи и делай тебя предупреждали и все было что-то что вы категорически не хотели делать и что было важно для проекта песня какая-то которая вам не отзывалась каждый раз когда раздавали артистов все плакали почти все плакали я не хочу петь с этим артистом я не хочу петь эту песню это не моя музыка но продюсер просто стояли вот так выслушивали дожидались когда слезы прекращаются гри все иди учи все с каким артистом вы больше всего не хотели выступать и почему именно я да когда мне поставили с евой польной не знаю это это не моя история и особенно когда мы с ней встретились уже там на сцене внешний вид ее мне очень удивил и я думаю блин когда мне было 10 лет это была мечта любого ребенка когда-нибудь с евой польной вообще у меня такой мечты не было а кто кстати вообще был артист мечты с кем очень хотелось бы спеть ну это леонид агутин вот и еще когда приехал на телепроект еще съемки начались ко мне подошел продюсер горит те мечта вообще есть ты вот ну типа все приходят и говорят вот у меня такая мечта мечта стать звездой я не говорил никогда ну типа я артист я избрану ну я певец и избрану пишут свои песни так говорил и потом продюсер приходите мечта вообще есть какая ты чё ты чё вообще приехал я говорю ну вот я вообще типа мечтаю там с леонида могутиным спеть он все эти понял и через две недели ты поешь с леонида могутина и все наверное вот это было это было и счастье разочарование в один момент потому что счастье в том что мечта сбывается разочарование в том что я больше не будет этой мечты какой-то какой-то страх что облажаешься человеком которого очень уважаешь наоборот я относился я относился к этому так типа вот моя мечта ну типа тебе и дали и пользуйся и я вот так относился мне просто нужно было с ним спеть и все я получал это удовольствие ребята которые сидели рядом они курил блин вы как отец и сын вы видели не страшно когда рядом с тобой и так человек как бы большего масштаба а еще и это все-таки не артура пирожков который просто там весело танцуют а реально ну как бы крутой чувак но он сразу начал относиться с поддержкой мы репетировали песню один раз потом сразу пошла запись мы прорепетировали подошел говорит так вот здесь здесь типа немножко неправильно там говоришь слова или что-то еще ну я немножко засомневался и конечно ну и он потом говорит ну ничего поехали может и все и потом на всей протяжении всей песни он там поворачивался говорил давай делай все ну было круто то есть поддержка была постоянно поэтому я не заметил что он какой-то не такой или он выше масштабом мы просто на сцене были музыканты и все и они работали друг с другом ты один из немногих кто пишет еще песни и мне всегда интересно а это не обидно когда кто-то очень хорошо поют твою песню и эта песня становится ну вот какой-то классная любимой не до такого что блин на этом месте должен был быть я это начинаешь писать песни для других людей ты сразу соглашаешься с этим то есть типа вот чувак ты сейчас ее напишешь песня же это как ребенок ты же ее рождаешь она выходит из тебя и ты ты сразу соглашаешься сам собой типа чувак ты и напишешь и забудь все ты это то это коммерческий проект материал которые пишут для себя к нему и отношусь много серьезней и они пока откладываются откладываться на почку и я сейчас готовлю альбом и каждый день его слушаю и понимаешь что чё-то чересчур чё-то ты прям это ну типа сильно сильные песни отдаешь сразу все пачкой оксимирон сколько там живет 5 да ничего не выпускал и уже там два года не выступал вообще непонятно что в общем талантливый человек который сделал очень очень крутую вещь сейчас пытается родить что-то еще более масштабное и видимо как бы все время какой-то мертворожденное что-то получается при этом есть ребята ну вот прям даже на обывательский навы для обывательского понимания понятно что они намного менее талантливые ребята выступают зарабатывают кучу денег я просто подумала о том а может быть не надо вот этого вот ты сам для себя какой выбор делаешь вот я выбор делаю в сторону творчества то что запиливаются стримы и выкладываются потом в контакт это коммерческий проект это не творчество это то что но это как как сказать берем обычного человека и предлагаем ему маленький салат который сделал шеф-повар там вложил в него душу там ингредиенты и и предлагаем большой бургер что он выберет конечно выберет бургер тоже это модно это сейчас все это едят также и в музыке во всем так мне кажется почему ты тогда это все не бросишь и дальше тянешь эту лямку вообще потому что ну буду говорить по-честному я живу для себя не для кого-то это что мне нравится в том в чем мне комфортно то я и делаю я не смотрю настолько на сколько у меня публики не смотрю сколько прибавилось человек сколько убавилось человек на это все к сожалению мне так кажется если бы я на это все смотрел и были бы деньги и было бы все остальное и славой деньги все остальное но я к сожалению это не смотрю я смотрю только на музыку и все наверное это моя боль вот и все вы вроде как и человек не про деньги да но группа гру это вот самая вообще коммерческая история из того что есть барнауле вам интересно этим заниматься или это только для заработка очень интересно потому что здесь уже присутствует спортивный интерес как говорится когда мы начинали группу гру пять лет назад первое с чего началась группа гру мы должны начать зарабатывать это была первая фраза которую рома сказал мне и в этот же день мы собрались втроем и вот началась группа гру мы там зарабатывали небольшие ну копейки но когда я был в десятом классе я был самым богатый потому что я зарабатывал уже зарабатывал и уже у меня были свои личные деньги да да то есть я там учился во вторую смену к примеру сбегал с последнего урока ехал гринга чтобы отработать вот и когда мы стали понимать что это круто получается и это приносит доход мы с рома подумали надо найти такого человека яркого в барнауле которую мы подкрепим своим своей идеей и начнем зарабатывать но этого человека нам долго искать не пришлось это была ольга грушина на ольгу грушина я еще смотрел будучи 13-летним к венщиком не говори что ты начал свою карьеру с кого нет нет квн это была одна из проб так сказать и творческого пути вот и когда я ее еще тогда увидел и понял что блин чё-то будет чё-то будет вернемся к оксимирону который говорит что он никогда не будет выступать перед людьми которые едят как бы ну вот человек про творчество ты тоже говоришь что ты прям такой человек потому что тебе не претит что тебе приходится меня нет если ты хочешь заниматься музыкой в двадцать первом веке тебя должны быть деньги на это потому что даже выложить свою песню в контакте не просто отстраниться а чтобы ее хотя бы увидели она была красиво форме за это нужно заплатить за все нужно сейчас платить поэтому меня это не тяготит потому что я смыслю делаю это смысле о том что это этих денег хватит мне заниматься музыкой поэтому мне это не тяготит есть вообще какой-то кайф еще вот в этом есть мы же не просто исполняем кавера ну вот типа вот есть песня и ее также спели можно что-то добавляем в нее как-то ее меняем так как нам удобно так как нам нравится где-то аккорд поменяли где-то как-то спели не так и от этого появляются вот эти вот маленькие нотки кайфа мысли клубят под лучами солнца я боюсь что завтра не проснемся никаких больше вечеринок ты рисуешь старые картины я значит ваши песни послушаю некоторые не этот скорее говорит обо мне чем о вас но вот вы меня допустим каверы попали намного более как так ну как бы они мне как-то отозвались сильнее чем то что вот вы делаете то что вы называете творчеством вы как-то это вообще объясняете ну могут то есть есть у вас такого типа да это просто тупые баба ничего нет не объясняю но я же пишу песню не думая о том чтобы были ну но сейчас и над написать у всем понравится и просто написал а кому она понравится кому она не понравится а кому Does vont понравиться вот кому она должна понравится чтобы вы как-бы были уверены что песня хорош я об этом никогда не думаю каждый раз на каждую песню откликается раз совершенно разная публика и пока у меня мне просто не хватает опыта понять какая песня на какую публику нет если ты не очень понимаешь хорошо вышло или плохо из какой-то ориентир который тебе может сказать что блин вот это не надо заливать в контакте к чё-то стремно это получил это рома рудыка я думаю о боже это рома рудыка я напишу песню даже если я просто записал на диктофон и всегда отправляю ром послушай вот не знаю почему потому что наверное это ну человек с которым мы по жизни идем и он больше всего там более честно может мне сказать то что типа типа это жена плохо вот я ему поверю да это плохо если мне скажет там другой человек что это плохо я ему скажу почему это плохо я прочитала многих артистов таких незамутненных интервью как они об этом говорят и очень многих я нашла одну общую историю и они говорили о том что для них очень важно быть принятыми нисколько какой-то большой публикой столько каким-то конкретным их близким человеком у вас есть какой-то такой человек который который считает что лучше вы в гараже работали чем есть этому это рома рудыка нет но я там думала мама знаете как там детские травмы родные люди там или там ну как многие могут говорить там вот моя девушка мы с ней влюбились и она меня всем поменять нет эти люди они не музыканты они не творческие люди им все зайдет понимаешь ты пишешь любую песню слушая но есть такие мама которые наоборот говорят типа жень я тебя в муках рожала я рассчитывал что ты станешь юристом и 40 лет я нормально наконец-то заживу будешь меня отправлять испанию давай вот это вот все вот это укулеле выбрасывай и шуруи хорошие учиться хорошее заведение ну вот наверно за это я благодарен маме что она мне такая то есть у тебя была поддержка в твоих вот этих вот нет поддержки не было но и не было запретов родители занимались своим я занималась своим такие скорее всего как сказать родители родители меня родили и все давай газуй мы рядом если что а ты когда-нибудь брал у родителей деньги на какую-нибудь вот свою творческую авантюру было такое чтобы чтобы ты вот понял что они тебя поддерживают готовы поддержать еще и у родителей нет у меня был дедушка с которым мы по жизни были друзьями и он все мои глупые идеи пытался родить физически вот там я когда-то я никогда не занимался фортепиано но мне почему-то я проснулся мне захотел синтезатор вот и мы поехали купили этот синтезатор через день мы уже с ним вместе его выставляли на авито чтобы продать потому что это была очень глупая идея и он потыкал две клавиши и все ну типа вот так и дедушка всегда поддерживал и когда он видел что я играю там на старой гитаре у меня была старая гитара которую принесли из гаража отучившись при этом пять лет на баяне и он говорит слушай друг тебе нам гитару вот тоже собирайся поехали а кстати отличаются телепроекты федеральные от местных ты же и в местном похожем проекте участвовал есть отличие есть очень большие а в чем во первых подход к телепроекту как таковому не ну понятно что разные масштабы разные нет вообще тех людей у продюсеров людей которые создают эту кухню разные подходы там и здесь там нужно быстро и качественно а здесь нужно долго с душой вот так я скажу здесь тебе должно больше было понравится не факт но здесь люди не про деньги просто там люди про деньги а здесь нет здесь они пытаются типа вот короче здесь у нас есть два типа людей один тип это просто он тип вот я решил я сделаю а как я сделаю это типа мое а другой тип это который нам надо доказать москве что мы лучше вот эти два типа они все равно сходятся к одному долго и душевно твое творчество прошла на то что ты мне кажется намного менее драматичный человек а я как сказать месяц такой но это не фейтинг скорее всего это просто какая-то привычка найти какого-то человека и чуть-чуть понаблюдать за ним как он себя ведет в той или и вас ну или в другой момент и потом описываю этот момент как я его увидел вот у меня там есть песня вот в новом альбоме там про одиннадцатиклассницу которая услышала песню влюбилась в нее я попытался представить как она будет себя вести когда она слушает эту песню или там песню про человека просто про человек вот живет человек и как он живет это все уложить в стихи круче самое главное стараюсь пережить что-то чужое скорее всего в это а ты как-то в своем творчестве осмысливая что что вообще происходит вокруг то что происходит я просто недавно посмотрела но и за но это все как у людей если ты слышал это очень история про современное общество продавление силой про политику и про это все и во многих людях это откликается потому что это очень злободневно в твоем творчестве есть такая история на злобы дня нет к сожалению потому что я наверное не успеваю даже в это вникнуться настолько стараюсь загружать свои дела чтобы не лезть туда где мне кажется что это не мое дело вот и все нужно есть течение плыви и все и если хочешь из этого течения плыть вдоль этого течения то где занимаясь своим делом не хочешь заниматься своим делом ну пробуй плыви против течения я я занимаюсь мои своим делом своей музыкой и слава богу к счастью и большая благодарность тому что мне пока никто не мешает этим заниматься и никто от меня ничего не требует вот когда начнут требовать и и будут запрещать заниматься этим, тогда, может быть, я об этом задумаюсь. Сейчас мне не о чем задумываться. Но это очень спорная тема. И я знаю, что люди, которые в целом очень аполитичны, они вообще про эту тему не говорят. Вот в комментариях, там, как бы можно было огрести, огреб. Это всегда так. Что ты вообще, вот такие спорные темы, каким образом ты урегулируешь? Ну, стараюсь как-то. Во-первых, эти люди, которые пишут в комментариях, или пишут мне в личные сообщения, очень много писали, и ВКонтакте, и даже по Ватсапу приходили, некоторые сообщения с угрозами тоже приходили. Эти люди ждут от тебя реакции. Они ждут от тебя любой реакции, чтобы зацепить тебя. И, наверное, в этом плане нужно быть хладнокровным. А что касается твоего творчества, ты также относишься к критике? Критики? Да, хладнокровные. Совершенно. Никогда не... То есть, как говорится, сейчас... То есть, если кто-то напишет песню, как бы ты даже вот немножечко не расстроишься. Я поблагодарю этот человек только за то, что он высказал свое мнение, и все. Скажу спасибо тебе за мнение. Нет, ну это ты напишешь, допустим. А внутри себя у тебя есть такое, что типа, блин? Нет. К сожалению, ресторан научил тому, что кто-то будет кушать и даже не посмотрит на сцену, а кто-то будет сидеть, улыбаться и хлопать после каждой песни. Вот. Наверное, вот это и есть та польза ресторана. Поэтому здесь ты тоже относишься к любой критике одинаково. Слушай, у ресторанных артистов у всех есть одна проблема. По крайней мере, то, как рестораны и артисты 90-х про это рассказывали, это алкоголь. Ты когда-нибудь сталкивался? Для меня это не проблема. То есть ты как бы можешь вдарить, да? Могу вдарить, но я разграничиваю, что такое работа и что такое отдых. То есть на сцену выйти выпившим можно в крайних случаях, а лучше вообще не выходить. А вот после работы, пожалуйста, хоть на все деньги. То есть пьяненьким ты никогда не пел таким? Пел, но стараюсь этого придерживаться, отстраняться от этого. Потому что ветер в голове, а я влюбленный начинается. Как-то от тебя сцена долбала за то, что ты ее не уважал? Вообще очень сильно бьет по голове сцена. Она сразу против тебя. Если ты что-то делаешь не так, как ей нужен. Это мы были в Эсбадене в Германии. Выступали, там был фестиваль. Мы выступали на открытии фестиваля. И там было очень большое волнение, потому что первый раз выходили на 30 тысяч. Мы решили немножко пригубить. И я пригубил, и выхожу, и понимаю, что когда я начинаю петь, я всегда пел, было все прекрасно. А здесь я не то, что даже в ноты попасть не могу, а у меня просто-напросто нет голоса. Он не извлекается. И вот такие вот происходят штуки. И если бы я не выпил, я думаю, что было бы все хорошо и нормально. Ну и во-вторых, зритель сразу начинает смотреть. Во-первых, мы выходили вообще, а нас никто не знал, типа, что это за типы такие здесь выбрались. А во-вторых, они еще так смотрят. Еще и фальшиво. Кто ваши родители? Сколько за вас заплатили? Ну, наши зрители так сразу начинают думать. Ну и вот. Поэтому были такие моменты. Были моменты, когда чуть-чуть пригубишь, выходишь играть на гитаре, и все, ты забываешь все. Пальцы вот так узлами завязываются, и ты думаешь, елки-пак. Это все сцена. Это все сцена. Вообще многие артисты, кстати, ребят, суеверные. Суеверия. Раньше были, а вот по мере возраста они начинают отходить. Ну, единственное суеверие – это поздороваться со сценой. Ну, это, в принципе, у меня началось от того, что когда приезжаешь в Горный Алтай, нужно поздороваться с Катунью. И вот у меня из этого все вылилось, вылилось, что все значимые для тебя места, с ними нужно здороваться. И не смотри в пол еще есть у меня правила. Это, скорее всего, правило. Не смотри в пол. Да, когда на сцене. Да, у меня это была очень большая проблема. И со мной на фабрике даже психолог работал по этому поводу. Слушай, ну, вообще ты выглядишь довольно таким стеснительным парнем. Как и зачем стеснительный парень идет выступать? Ну, потому что это мой наркотик. Вот и все. Я от этого получаю нереальное удовольствие. Каждый раз после выхода на сцену там еще час такие жесткие отходники, что вплоть до того, что ты не можешь час сообразить вообще, что произошло. А что бы ты в итоге вот хотел? Ну, то есть, мы, как бы, если я правильно поняла то, о чем мы сейчас с тобой говорили, ты не очень бы хотел там просто миллионной публики. А чего именно тогда бы ты хотел? Честной публики, наверное. Ну, у тебя есть какой-то вот идеал, что ты вот понимаешь? Ну, вот типа, как раз тот же, вот, например, там, Антон, там, Беляев, да? У него очень не широкая публика, но они его считают богом, допустим. Да, вот, про Антона Беляева. У него был единственный концерт в Барнауле, я на него попал. И половина зала была пустая, а половина были люди. Так вот эта половина людей, она отдавала такую энергетику, такие эмоции, которых я не видел даже в полных залах. Вот. И, наверное, вот такую публику я хочу, чтобы была отдача. Вот. Самая честная, искренняя. И вот Антон Беляев, это вот один из ряда тех артистов, на которых я стараюсь равняться. Они мне действительно нравятся. И шоу «Лаб», про которое мы разговаривали, это тоже для меня как... Потому что я сейчас занимаюсь не только музыкой, и видеопродакшеном, и всем остальным. И тоже хочу вот здесь, на базе «ЛТСК края» делать такие же проекты, как делаются в интернете. Вот. И это один из примеров того, как должно выглядеть вот такое шоу для меня. Это еще и очень классно показано, как, в принципе, довольно высоколобая музыка может стать понятной. Я у всех молодых мужчин спрашиваю, которые ко мне приходят, есть ли у них какое-то увлечение, за которое им стыдно. Вот. Но мы уже поняли, что ты подглядываешь за одиннадцатиклассницами. Помимо этого, есть ли у тебя увлечение, ну, такое прям, вот прям, чтоб тебе прям... Вот классно, но тебе прям вот прям о нем рассказывать даже как-то неловко, но классно. Шагов в прошлое есть. Я каждое лето там люблю ездить в детский пионерский лагерь, так как я бывший вожатый. И вот сытится этой историей, атмосферой вот этого детского пионерского лагеря, вот этих вот всех построений, мероприятий, всего остального. Но меня все за это стыдят постоянно. Типа, чувак, ты вырос, типа, нахрен от тебя ездишь? Тебе что там надо? А для меня это как, ну, тоже как глоток какой-то вот той, того детства. У них нет еще того взрослого, надо зарабатывать или что-то еще, надо слушать именно этого. Они искренние, и с ними очень легко работать. Ну, и скорее всего, вот моя плохая черта – это то, что я тоже искренний. Хотя таким в нашем 21 веке, наверное, уже невыгодно быть. Вот сейчас выросло поколение музыкантов, в которых музыкальный кругозор – это, по сути, 90-е. Как бы мы сейчас по ним не ностальгировали, ну, как бы Иванушки и Наташа Ветлицкая – это же, как бы, ну, не слишком такая мощная опора для какого-то хорошего, серьезного творчества. Вот какие у тебя есть первоисточники, что-то такое с твоего детства, что ты считаешь вот такой подпиткой что-то, что на тебя повлияло, и сейчас тебе важно это как-то трансформировать? Если из нерусских, то папа меня приручал с детства к «Металлике», «CDC». У нас стояли большие колонки дома, и когда мама ходила на работу, мы всегда вот рок-н-ролл. А с другой стороны, если из русских, это был, конечно, Владимир Высоцкий, там многие барды, потому что я видел в этой бардовской песне другую песню под гитару. Потому что я вырос в том районе, где слушают другую песню под гитару. Там слушают «У Иринки свадьба в сентябре», или «Михаил Круг», «Водочку пьем», вот такие песни. А в бардовской песне я видел что-то такое, типа «Вау, вот это по-взрослому, вот это круто». Не получал по лицу на своем районе за то, что у тебя аккордеон? Баян? Баян. Нет, я получал по лицу с другой, вот, за то, что я там музыкант, или там за то, что я в какой-то странной движухе вот этих творческих людей, потому что на моем районе думаешь, что это какие-то звери. Или слишком хорошо одет, например, красиво и модно. За это тоже, да, получал. Но, как сказать, получал. Я же тоже, я же не стоял и получал. Я давал всегда, ну, как бы, сдачу я всегда давал. И поэтому среди этих людей есть мои друзья, которые понимали, что лучше с ними, наверное, дружить, чем ссориться. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!